Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области, журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. За безопасность на дорогах. Полицейскими проведен ряд профилактических мероприятий, в числе которых и обследование дорог при помощи специального оборудования. Спасая жизни, патрульные полицейские предотвратили несколько пожаров. Распространители синтетических наркотиков задержали в Талдыкургане. А теперь об этом и другом более подробнее. Злостных неплательщиков административных штрафов выявляют в Алматинской области совместно с представителями региональной палаты частных судебных исполнителей, органов государственных доходов и Департамента юстиции. Они проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Бурышкер», целью которого является выявление водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов, налоговых обязательств, алиментов и других платежей. В результате работы первого дня ОПМ были остановлены 172 транспортных средств, имеющие ограничения в виде ареста. В отношении должников исполнено 154 постановления на общую сумму почти 3 миллиона тенге. Выдано 18 уведомлений об уплате штрафа. В рамках ОПМ «Бурышкер» взыскиваются административные штрафы, ранее наложенные. То есть, если водители, не оплатившие административные штрафы, путем с использованием комплекса «Криспи» останавливаются, после чего на месте выписывается уведомление. Если частными судебными исполнителями наложено ограничение в виде ареста на указанную автомашину, тогда указанная автомашина водворяется на специализированную стоянку до вынесения постановления, то есть до оплаты наложенного штрафа. Применили в борьбе с нарушителями радарные комплексы «Криспи» и, правда, теперь в автомобильном потоке они выявляют задолжников по выплате наложенных административных взысканий. Дорожная аварийность всерьез беспокоит сотрудников местной полицейской службы, которые используют различные методы профилактики. На этот раз, проведя анализ аварийности, они приступили к дорожному обследованию. Сотрудники управления административной полицией Департамента полиции Алматинской области совместно с представителями ТО «Казахский научно-исследовательский институт безопасности дорожного движения» следят специальными устройствами за участками дорог, где часто происходят дорожно-транспортные аварии и проверяют качество дороги, устанавливают причины возникновения транспортных происшествий. Работы по оценке автодорог осуществляются на автомобиле, оборудованном специальной установкой. Данные записываются через каждые 100 метров по более чем 50 параметрам. Обследование автодорог данным методом позволяет не только выявить места повышенной опасности, а также позволяет провести полный анализ всех участков дорог, оценить, как можно улучшить даже самый безопасный участок с низким уровнем аварийности. Почти 145 тысяч нарушений правил дорожной безопасности на сумму около 2 миллиардов тенге зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Все эти происшествия зафиксированы на новые камеры видеофиксации, установленные на трассах республиканского и областного значения. Камеры видеорегистрации нарушений ПДД способны фиксировать даже разговор водителя по мобильному телефону, не пристегнутый ремень безопасности, включая и все остальные нарушения на дорогах. Всего в Алматинской области установлено 24 камеры видеофиксации, 16 из них на основных улицах областного центра. Оставшиеся 8 расположены на трассах республиканского значения. Их длительное око круглые сутки следит за соблюдением правил дорожного движения. К нам относятся те камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения. Жан Цугурова Алдабергенова, Жан Цугурова Жертухсан, Жан Цугурова Шевченко, Назарбаева Шевченко, Назарбаева Жертухсан, центральных улицах. При фиксации нарушений правил дорожного движения камерами фиксации к нам оно поступает в течение дня. Потом мы их обрабатываем и по ним оформляем предписание о необходимости уплаты штрафа. Далее мы направляем посредством Коспочты владельцам транспортных средств в течение 10 дней. При получении предписания владельцы имеют право в течение недели оплатить 50% от штрафа. Новые камеры уже оправдали себя и пополнили госбюджет на 776 миллионов тенге. Благодаря видеофиксации теперь предвлечка административной ответственности нерадивых водителей стало в разы легче. Более 1700 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на трассах Алматинской области с начала текущего года. 260 ДТП с летальным исходом. По словам полицейских, большая часть из них произошла из-за нарушений правил дорожного движения. Согласно статистике, основные причины аварии превышения скоростного режима. Вождение в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения. В связи с этим полиция Алматинской области намерена усилить работу по сокращению ДТП на трассах республиканского значения. Для этих целей будут использоваться фото- и радарные комплексы. Только за сутки с помощью вышеуказанных технических средств выявлено более 200 нарушений скоростного режима. Также хочется обратиться к водителям. В связи с приближением зимнего периода и ухудшением погодных условий, в целях безопасности просим своевременно поменять летние шины на зимние. Соблюдайте правила дорожного движения, ведь это наша с вами безопасность. Отличились своим вниманием и ответственностью в работе патрульные полицейские 8 ноября текущего года. Около 13 часов 20 минут исполняющий обязанности командира взвода патрульной полиции борт 249 старший лейтенант полиции Танабаев Дархан, осуществляя проверку несения службы подчиненными, двигался по автодороге Талгар-Есик-Байдегби, где увидел задымление в кузове грузовой газели, двигавшейся в попутном направлении. Остановив транспортное средство, полицейский, используя служебный огнетушитель, совместно с проезжавшими мимо водителями быстро в считанные секунды погасил разгорающийся планер. Как оказалось, в кузове грузовичка находились бумажные легковоспламеняющиеся коробки, которые предназначались для заказчика из села Тургень. Позднее было установлено, что пожар произошел по причине короткого замыкания электропроводки. Водитель сердечно поблагодарил своих спасателей за помощь. Отметились в сводках и наркополицейские, которые ликвидировали наркоточку. Группа молодых людей занималась торговлей синтетических наркотиков. Проведя ряд оперативных мероприятий, убедившись в правдивости информации, полицейские пошли на задержание. В результате была задержана группа лиц в составе пяти человек. Все они являются жителями города Талдыкуган в возрасте от 24 до 28 лет. В ходе санкционированного обыска квартиры одного из подозреваемых изъято 250 сверков, готовых для последующей реализации с содержимым внутри растительным веществом коричневого цвета. Также изъято два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета и растительным веществом зеленого цвета. По всем изъятым веществам назначены экспертизы. Своё зелье наркобарыги реализовывали через интернет посредством телеграм-канала. Подозреваемые на протяжении длительного времени через телеграм-мессенджер посредством интернет-сети занимались незаконным распространением синтетических наркотиков. Распространяли они наркотические средства тайниковым методом, то есть путём закладок. На сегодня в отношении подозреваемых возбуждено уголовное производство по статье 297 части 1 и части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 6 килограмм марихуаны изъяли у дебошира в Алматинской области. Инцидент произошёл в моногороде Текеле. Несколькими днями ранее на пульт дежурного отдела полиции поступило сообщение о семейном скандале. На вызов по указанному адресу прибыла следственная оперативная группа. Стражи порядка приступили к оформлению материала на семейного дебошира, оказавшегося пятикратно судимым за разбой, кражи и убийство и получившим в общей сложности по приговорам 30 лет лишения свободы. В ходе осмотра в спальной комнате и дворе дома были обнаружены и изъяты около десятка картонных коробок и один пластиковый битон с марихуанной. Данный факт зарегистрирован в РДР по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Согласно заключению судебной экспертизы наркотических средств, растительное вещество, представленное на исследовании, является наркотическим средством марихуаны высушенной. Общий вес составил 6114 грамм, что согласно сводной таблице наркотических средств является особо крупным размером. 26 октября следственный судья на период досудневого расследования санкционировал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей. Через интернет-порталы стражепорядка ведут большую профилактическую работу. Проводят они и прямые эфиры, в которых принимают участие представители различных служб. На этот раз предметом обсуждения стал законопроект о внесении поправок в законы о семейно-бытовом насилии. Сейчас эта проблема стала еще актуальнее и требует самого пристального внимания. В прошедшем прямом эфире приняли участие представители образования, ювенальной полиции и прокуратуры, которые ведут надзор за соблюдением законности в данном вопросе. Как показывает статистика, подростки не только сами совершают преступления, но и становятся их объектами. Особенно тревожат сексуальные домогательства. Законопроект направлен на достижение нулевой терпимости к насилию, усилению межведомственной координации и профилактики, создание комплексной системы защиты семьи. В действующем законе о профилактике бытового насилия акцент направлен на работу органов внутренних дел. При этом целью разработки законопроекта в новой редакции и сопутствующего к нему проекта закона является уточнение полномочия других государственных органов в целях профилактики семейно-бытового насилия. По итогам 10 месяцев текущего года территории Алматинской области было зарегистрировано 171 преступление, совершенное в отношении несовершеннолетних. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 11%. Представься фамилиями. В Алматинской области задержали группу браконьеров. 14 ноября в ходе совместного рейда природоохранной полиции с инспекторами лесного хозяйства Леалаталского национального парка в Тургенском ущелье задержаны 4 жителя поселка Тургень. Задержаны лица в возрасте от 30 до 52 лет. Согласно данным, у подозреваемых изъяли зарегистрированное нарезное оружие и тушу незаконно добытой косули. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 337, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автомашина водворена на специализированную стоянку. В процессе расследования по делу назначены соответствующие экспертизы. Сумма материального ущерба определяется. На этом наш очередной выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok